так мы продолжаем часть старая мы общаемся соленая на наш франчайзе из города владикавказ это юг россии встретились мы в киеве сейчас на иммиграционной выставке и мы общаемся она задает мне вопросы если вдруг кто-то на это видео наткнется смотрите еще первую часть так значит случай с отказами по канаде по америки то есть в первую очередь необходимо консультация юрия консультация которая стоит 200 долларов за час клиентов начинает возникать вопросы почему это нужно еще раз для наших я сейчас объясню почему это нужно и почему это совершенно недорого я объясню но смотрите ну как бы здесь должны понимать что из два типа консультации одна консультация представителя компании второй паспорт который может рассказать о стратегии миграции разных странах разных программах и так далее начало просто и не понимает куда он хочет ну я не знаю это примерно вот я с медициной люблю сравнивать у меня болит да и ну ну что болит не понимаю то есть надо провести обследование надо по ним про провести обследование вашего сать мозга и дальше понять стратегию потому что иногда человек говорит я хочу за границу германию допустим да а самом деле там как бы ему лучше предложить францию надо или я хочу в америку а ему лучше в итоге подойдет канада поэтому нужно иногда просто рассказать сделать красивую презентацию компании рассказать вообще что мы делаем рассказать как работает вообще структура какие гарантии как 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 заполняется договор как какие сроки и так далее это все нужно разжевывать и это стоит время да это это время стоит деньги и это знание платят за почему за это нужно платить но я не понимаю людей которые хотят получить услугу не платя да но если вы не знаю идете в ресторан уже платить вы едите это услуга да если вы идете к врачу платье но что он вам делает как бы это отследовать мы торгуем своими знаниями мы торгуем своим временем мы при вот если даже я провожу консультацию простой пример я вчера проводил консультацию в общем да покупки бизнеса в сша там я расскажу ничего хотел вот причем человек этого взял еще три консультации у иммиграционных адвокатов он говорит да я понимаю как работает программа едва да но юридическая но мне нужно в целом раз поговорить вот какие бизнесы в моем мнении как предпринимателя какие вот он хотел именно мнение как предпринимателя человек которого живущий в мире какие бизнесы на мой взгляд успешно какие не успешны какие риски там покупки и так далее это не юридическая консультация это общая информация которая нужна но в процессе мы разговора поняли что у него еще есть вопросы юридического плана что еще ему нужна консультация адвоката и эти три консультации все равно ему не дали кое-какие ответы на вопросы поэтому вот для чего нужна консультация чтобы понять удачи сэкономить и в итоге больше денег чем вы сделаете дело сделаете ошибки я вам скажу что я наверное процентов 20-25 наших клиентов которые к нам приходят они уже сделали ошибки то есть они пошли неправильным путем они пошли не к тем адвокатам они не выбрали не ту страну и так далее то есть лучше проанализировать посоветоваться чем сделать ошибку это что касается моих моих консультаций консультации специалистов компании второй паспорт лучше не только я провожу на что касается консультации адвокатов это специалисты по той или иной стране которые учились много лет которые имеют лицензии которые отвечают на свои слова а выбор адвокатов для нас это очень важен мы там по десяти критериям выбираем они отвечают на свои слова мы отвечаем получать и перед клиентом конечно мы как бы выбирали лучших адвокатов из лучших у нас почти 400 партнеров адвокатов 70 странах мира они не работают бесплатно они не могут вам потратить на вас час времени разговаривая с вами и и потом вы скажете ну спасибо я там передумал или я еще в 2045 году захочу уехать ну это просто что платя за консультацию человек показывает своей серьезность намерений мало того если у вас действительно дорогая миграционная процедура потом будет заказ мы можем вычесть эту стоимость консультации поэтому для вас в итоге эта консультация будет бесплатной вот и все но если человек не хочет платить за консультацию для нас это знак что значит человек несерьезный совершенно верно дальше очень такой вопрос который будет очень интересный для наших клиентов и клиентов которые проживают в соседних регионах то есть это чечня это гектантская республика то есть это люди у которых вероятность отказа близится практически к ста проценту да то есть люди даже боятся подоевать на видео потому что ходят слухи о том что например у какого-то их знакомого просто такое количество отказов что у него стоят запреты да и ну и как здесь вообще вы знаете что мы очень часто слышим этот вопрос кстати от граждан Узбекистана которые тоже говорят что вот мне сказал мой знакомый ему отказали что всем абсолютно дают меньше одному проценту узбек это не так значит узбекам дают 50 процентов и статистик мы сейчас про америку говорим до вопросами про америку есть статистика государственного департамента сша которому подчиняются все консульства и они ту статистику открывают в отличие кстати от канадского от канадских региональных властей у них закрыта статистика вот американцы более в этом плане открыт поэтому только 50 процентов получают отказ это по узбекистану возвращаемся теперь кавказу статистика еще лучше к сожалению нет углубленной статистики по россии по областям нельзя посмотреть сколько отказали в в осетии сколько отказали в дагестане вот но в общем статистика для россиян 80 процентов получают только 20 процентов отказа но действительно ты права что так исторически сложилось что граждане 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 территории которые близки чечне вот еще с 90-х годов потому что была война были вот эти все терроризмы так далее и из-за этого действительно отказов больше там ну во всяком случае мы не видим это в официальных цифрах у них просто нет ну может быть они конечно есть я уверен что есть там где-то внутри в госдепе но они не публикуют но но вдох с то же время я могу возразить что у нас были клиенты и из чечни и из дакистана и соседей которые получали визу у меня сейчас у меня сейчас клиент игорь который из вашего из вашей республики за сеть он получил спокойно с сыном свою визу и сейчас находится в стадии ожидания бенка через через наших адвокатов мы делаем ему ему кейс но для конкретный пример кстати сказать он такой довольно открытый человек хорошая идея я может быть когда вернусь с нью-йорки я поговорю что снять видео он расскажет он из осетии мы чуть не тоже были клиенты но но ты спрашиваешь что делать смотреть ли на на соседа не надо смотреть на седа которым отказали надо брать и идти и добиваться и добиваться визы то есть в любом случае можно найти какой-то способ возможно это может быть даже въезд через какую-то безвизовую страну и подачи например там и какая-то может быть и до подачи из европейские страны в американских консульствах но она тоже визовый но получить шенген это разные способы нужно начинать консультации если человек хочет остаться в америке и адвокаты наши разберут но но так что вот всем одного отказывают это это неправда не собирайте слухи и давайте ориентироваться все-таки на официальную статистику спасибо тогда теперь еще очень актуальный вопрос для наших клиентов это про израиль то есть клиенты хотят ехать на заработки в израиль они знают о том что там есть частично нелегальное трудоустройство частично легально при этом они готовы абсолютно на любые условия но при этом больше всего вот их тревожит вопрос относительно пересечения границы поскольку именно офицеров гранично принимают решение о везде и как здесь мы можем помочь клиентам которые едут именно в израиль ну во-первых мы не занимаемся нелегальным трудоустройством ни в израиле ни там в южной корее там тоже очень это популярное не в европе это первое второе по поводу израиля рабочую визу в израиль получить очень тяжело то есть в основном это только для специалистов высокого класса с хорошим английским или с евритом это как бы первое второе что касается пересечения границ ну общее правило для всех как бы нужно нормально общаться с пограничником нужно быть приятно одетым правильно одетым да как бы но если мы говорим сейчас что поеду нелегально поработаю но это может закончиться арестом и депортацией и штампом паспорта и так далее рассмотрите мой совет вызвали не такие высокие зарплаты рассмотрите легальное трудоустройство из компании второй паспорт европейских странах это чехия больше страны эстония литва латвия прибалтийские сейчас у нас в венгрии начинается но и так далее то есть болгария поэтому рассматриваете туда проще получить визу я заплаты например на израильские и хороший шаг может быть к чему-то более серьезно потом западный у нас полно полно клиентов которые сначала поработали в польше потом уехали в америку уже западную европу германию и так далее голландию поэтому учить язык пригодится английский прежде всего легальное трудоустройство не надо делать это давай следующую часть это 3